Продолжаем. Пишем. Учислительные кружали. Продолжаем. Разбираем 1 квадрат. И так же подставляем. Но тут уже не булки. Какая форма у нас? Третье, ладонь, добро, здесь, здесь, дальше, село, земля, ниже, здесь у нас тоже цвета пошла, и ниже есть. А дальше у нас еди на десяти, дву на десяти, глаголь все жертвы, три на десяти, добро, здесь, четыре на десяти, пять на десяти, четыре на десяти. Добавляем 20 мм. Добавляем 20 мм. Добавляем 20 мм. Добавляем 20 мм. Заименим 17 мм. Добавляем 20 мм. Добавляем 20 мм. Добавляем 20 мм. Вот мы записали числительные формы. То же самое оказывается фирмы. Но вместо фирмы мы записали все буквы. И так же у нас аргон. Ад это единое, это изначально, это и человек, и Бог живущий на земле. Это и начало. Но сначала разберем. Вот Ад мы разобрали. Стоит у нас 24. Какого-то проб. Потом стоит глаголь и жесть. Потом стоит хиже и жесть. И потом это все заканчивается землей. Начало. Начало. Какое добро глаголит истинное, то есть божественное. Какое добро глаголит истинное, божественное. Наполняет землю, то есть как бы мы сказали сейчас. Это любое начинание, любое начинание, доброе, всегда наполняет землю. Докторая воскресенье. Какое добро глаголит истинное, божественное. Получает хиже истинное, да? И это тябл, так ли? Это всегда на полноте. Кошка, поставь вот эти. Докторая воскресенье. Добро Божественное и там что означает? Природа. Добро Божественное, Природа Божественная объединяется. Заключена Добро Божественное, Природа Божественная. Заключена в чем? В определенном, то есть какого? В определенном глаголе, мудрости Божественной. То есть деяния, Божественное, Божественное и Деяния Природные, они заключены в мудрости Высшей. То есть здесь понятно? Ну, Веда это мудрость, знание выше. То есть вот в чем? Заключено. То есть, чтобы у тебя это все помечалось, ты можешь ниже те слайды, а наверху вставить аббревиатуру. Не, я просто подсказываю так удобнее, вот, видишь какого-то. Она бухгалтер, она лишних движений делать не любит. То есть она циферки простая и потом просто расцветает. Далее. Природу, Веда, природа, Веды, как бытие. Дело весьма стоит и потом, кто у нас в земле Божественной. Познавая природу, то есть как бы мы сейчас формулировали, познавая природу, мы приходим к пониманию Божественной Жизни, ой, ну бытия, Божественной Жизни на других лентах. То есть, чтобы понять, как жизнь обукроена на других лентах, нам необходимо понять, как она на нашей жизни обукроена. Вот смотрите, есть природа, да, есть Веда, то есть Веда, природа, познавать природу, знать природу, так? А здесь страхов есть, то есть какое бытие. И у нас стоит что? Дело, то есть ведьма очень сверх. И стоит что? Земли Божественные. Понятно, да? Познавая природу, мы познаем жизнь сверх нашей земли, на землях Божественных. То есть познавая свою природу, мы тем самым познаем жизнь в Божественных мирах. То есть на Божественных землях, или как бы сказали, на других планетах. Да. Да, вышли, все правильно, Божественные. Нет, а земли тьмы, тьма-то и означает неизвестность. По-моему, неизвестность. То есть мы говорим о том, что знаем, а не о том, что не знаем. Есть об этом и сказки. Дальше. Каким образом Божественную жизнь познали, как Божественная жизнь и добро, что настоящее? Азу. Ну, какой аз Божественный? Аз, Божественный аз. Нет. Почему? Сначала. Нет. Это не Боги. Аз – это Боги, живущие на землях. Но здесь показаны на каких. То есть это мы можем сказать, аз и Высшие – это Леги. То есть это наши предки ушедшие в более высшие миры. То есть когда познали Высшую Жизнь, тогда добро высших, будем говорить, поществ, то есть доброе проявление что? Как Веды. Объясняю обычным языком, чтобы было непонятна трактовка. Когда познаем Высшую Жизнь, то есть высших существ, тогда и познаем их в Мудрость. Будем говорить, познаем. То есть мы можем сначала заметить, земли изучались, правильно? Божественные. А потом, когда эту жизнь познали, Высшую, вот тогда и мудрость начинаем, будем говорить, познаем. То есть выражение «како ухнется, тако откликнется», да? «Кто познаешь, что ей вагонимешь». И потом уже глаголи «божественная истина, как асы, какие высшие живут». И потом уже мы ведаем с истиной, как асы, боги, то есть крестки. «За context». Высшую форму жизни – живу. Сейчас они глагол名. По глаголу «в macem», да они? В нижнем случае глаголе Высшее, как Афты, Село Божительное, и Стоит Бытие. То есть, познавая мудрость о Высших Землях, познавая добрую жизнь и знание, когда уже глаголем в жизни и в бытие, рассказываем, передаем из поколения в поколение, об этом все. Далее. Глагол, это мы помните, это тоже у нас, передача, это вибрация, это повествование. И вот, изначально, изначально добро истинное в природе отворилось, чем вибрация, то есть, энергия. То есть, о природе мы знаем. Природные энергии, сильные энергии, речные энергии, жизненные энергии, все это повествование. Ну, как глагол, да. Ну, глагол, здесь понятие у нас уже как вибрация. И что мы имеем? Как добро природы Высших, как добро природы Высших, мудрость бытия Высшего. И дальше стоит истина. То есть, истина воспринимая добро, высшее и мудрость в жизни. Глаголи с истиной, то есть, передавать. А? Ну, как добро природы Высших, а? А? Как добро природы Высших. так глагол вы и определенное определенное бытие определяет и а то есть глагол как бы сказали божественные и определенное бытие доброе определяет и самого ахаха человека да как и бога то есть если добрые и жизнь и слово и определяет что определяет как а это бог живущий на земле потому что и я не а у него праведные бытие и глагол он его правит и дальше что четвертая колоночка у нас иже ижеи то есть иже ижеи все божественное все божественное какого глаголика то есть мы познали мудрость слова мудрость вот здесь как вы говорите есть все божественное как бы сказали что глаголица сверх этого ахами выше сверх того божественное относится то есть как вы сказали все что касается иного плана но укладывать ну или как бы по-другому все что сказано сверх того что от лукавого то есть гном то есть ведьма может даже не от лукавого все что касается высших сфер это все и относится к высшим сферам то есть не к нам да да может что если что может быть верст последние вертикали земное земное что ведает божественное земное кто ведает божественную ведает божественную запретить здесь понятие запретить то есть за пределами нашей земли земли божественной земное что ведает божественная, земли Божественное, так же ведает бытие вообще, так же ведает бытие вообще. Если сказать по-простому эту фразу, то есть, кто познал великое, мал нам уж тем более. У нас очень часто бывает, что, познав малое, начинает судить поведение, используя фразу социолога Герлова, да? Для того, чтобы узнать, что такое больше, не обязательно съесть одному секрету, достаточно одной волшебной, чтобы больше секрету. Не, ну я в общей секрету. Далее. Асу природы божественной. Кое существует, то есть, како есть ли? Асу природы божественной. Такое есть ли? Асу, высшая и цвета. То есть, эту диагональ мы могли бы прочитать таким образом. Те, кто родился свыше, да, у кого душа божественная, те, и существуют. Здесь можно понять, и те, кто родился, ну, роден был, поклоненцы. Выстрелили. Они живут и в этом. То есть, те, кто и живет, поэтому, смотрите, данная фраза, у нас, вот, отразится и, помните, в прошлом, если мы разбирались, когда Николай Николаевичу нас задавал о мерности секретаре. То есть, если он там многомерный, у него, допустим, 26 секретарей, как он может воплотиться в четырехмерную. А он и воплотит, а то есть, человек нормальный, если я не знаю, земной, он и будет веять только в четырехмерную структуру, он не будет веять других, но они все равно будут. А что у него? Она как путь и не способна воплотиться в землю. Я знаю. А он, может, и не хотел воплощать. То есть, тот, который сказал, что Артем не веке сущей, может, он стеснялся, показал. Веке, веке, стеснялся? Да. То есть, может, он там страшно стеснялся, а, может, стеснялся, он же там прятался за огненным кустиком. Кустиком. Кутины не оплалили. Но не хреш говорят, что он везде в кусте. Но это его слава лучшего. Поэтому и стеснялся. Ну, с этим разобрались, да? Но теперь смотри. Ну, теперь мы опять уходим так же спирать. А не, а мы потом ее разобрались. Не, ну сейчас обои и виски, а потом перейдем в огольную зерну. А, нет, что это? Вот смотри. Те, кто родился выше, тот и живет. Дальше. Как добро и зело весьма. То есть, кто и добро творит, и весьма преуспевает в познании. Да. Ну, можно и сказать, кто добро творит, и тот преуспевает в познании. И глаголец, он божественное. А, вы мои слова так помните? Я вам просто образы показываю. А вы так можно засчитываете? Преуспевает в познании. И глагол божественный. Как глаголец. Глагол божественный. Он как глаголец. То есть, глаголец так же, как и на землях. И все мудрое, то есть, здесь имеется в виду мудрое, ну, как глагол божественный. И все мудрое он хранит здесь, на земле. Да, да. Здесь же земля. Вот это знание о других землях. Помните хотя бы, что же заповедь. Не думайте, что многие земли безжизненные. На них жизнь вами невидимая, вашими чувствами не ощущаемая. То есть, ну, раз они есть, да, и жизни тоже есть. То есть, вот молчали сюда. Этим потом. Я пока черкаться не буду. То есть, вот таким вот потомом молчали сюда. И опять же, те, кто у нас свыше, как мы говорим, души, воплотились, да? Воплотились, да? Воплотились на земле, и добро божественное ведают. И добро божественное ведают. И добро созидают. И божественное, что у нас поднято ходитами. Помнишь, как творение? Как творение. Поэтому добро ведают, добро творят. И природу. Природу. существующую. И природу существующую, как боги. И о природе, божественной, как боги, по истинной благоди. И о природе, божественной, как боги, по истинной благоди. И о природе, божественной, как боги, по истинной благоди. И о природе жизни, о природе жизни, как боги. И о природе жизни, как боги, по истинной благоди. И о природе жизни, как боги, по истинной благоди. И о природе жизни, о природе жизни, как боги. Но это довольно другая. Глоголь о существовании божественного. как бы тебе глаголе слогой существование то есть рассказывая о существовании божественно как жизни можно сказать как бы тебе глаголе о земном а почему а потому что истина истина вся добро весьма божественная мудрость и это мы все передаем как асы асам небесным на земле небесным и весьма весьма это мудрость и весьма это мудрость и весьма это мудрость умножает увеличивает это существование я уже тут же по этим листочкам и просматриваю дальше и опять глаголе мы о бытие как о земном как мудрость присоединяется со всей церкви опять же я взял вот эту центральную и она у меня пошла куда вверх как мудрость то есть веды со всей природой здесь со всей что природой природой божественной не только с нашей природой но и с природой божественной глаголом истинным о добре истинным ну или божественном о добре истинным которое добро какое а человеческое или изначальное которое есть добро человеческое и изначально да добра высшая добро человеческое то есть но человеческое здесь понятия и божественное и изначально то есть вот смотрите вот мы и чуром то есть вот такая вот у нас то есть вот эти все весны все направления они пересекают то есть очень трудно это все вам считать сам собой образ пытаетесь приждать конкретных словах фанатистской форме хотя на самом деле все число мы в древнерусском современной фанатистской помещение помещение древнего насовета для чего мы на древнерусском языке по-моему на первом или на втором косе сейчас не помню все сами кошка у нас форм для определения образа помните смотри гляди но но как бы одну и ту же форму образную передают то есть все равно система зрительного познания зрительная обработка информации как и здесь то же самое и на древнерусском внутри я вам объяснил что вот они 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 дали одно сочетание но соединяется образы а единые образы порождают новые образы которые соприкасаясь с новыми образами порождает еще более новым поэтому каждый образ соединяет другим образом создает новый образ тот свой очень еще новость и там далее то есть идет рождение образа поэтому когда вы порождаете новые образы они же так соединяются на ваш взрослый назов и ваше речь ваше густое вы как бы образ призвали он пришел бы его соединили другим и еще и еще и образы и получилась какая система образования не обучение образование вы учитесь образовывать образы а когда вы учитесь образовывать образы вы переходите на что на образное мышление образное мировоззрение образное мировосприятие и чтобы по первой структуре буквицы буквы а мы взяли только две формы буквенные кружали и числительные кружали и мы получили что уже определенную философскую концепцию мировоззрение а мировоззрение у нас такое юджизм а юджизм охватывает все и мы разобрали только вернулись а за первое счастье то у нас идет вторая таким образом что записав вторую записав вторую можем можем в общих чертах в общих образах выявить какую-то характеристику и эта характеристика будет у нас передавать определенную структуру а иначе как мы потом будем вычленять из единой связи образные структуры сейчас это удобно мы открываем книгу и нам идет образными порядками то есть как бы уже каждое слово каждый образ книжки уже вычленен а раньше же писали и открывали и писали на духе то есть на дыхание каким образом то есть каждый дыхание должен вложить определенный образ для чего потому что трубой на этом же дыхании его должен воспринять поэтому говорят на одном дыхании прочитал стихотворение на одном дыхании прочитал книгу на одном дыхании то есть как таковых точек в эти три сам двоетофиг не стали писать все что в классные тексты но вдохнул прочитал дыхание конкурс опять вдохнул прочитал дыхание конкурс удобно это будет то есть я понимаю знаки припинания дверей чтобы много структурные многосложные предложения то есть в некоторых научных журналах там бывают предложения на полторы страницы а это к этому так как это относится к тому которое зависит от этого и потому что это все вместе и вот так вот это все громоздко расписано то когда зайдешь на каком-то предложении иногда забываешь а чего там начиналось в начале ну хотя бы ну я не знаю я не немецкий я английский то есть я не об этом говорю поэтому у нас много определенных разобрались вопросы вот подчислительным движат то есть выяснили да то есть мы идем и вот у нас образ машины и пришло Если структурно это берем, то берем новую. Да, все, а через центр. Вот они у нас, вот это. Но я красную часть не рисую, а реды глагол. Добро, гостия, весьма на земле. То есть, эти формы мы и так уже три курса разбираем по порядку чувствительным ходом. Так, здесь я. Поэтому, вот, 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 вот. Так, с данной частью, с данной частью мы разобрали. Она нам понятна, осталось дома взять вот эти вот листочки. Открыть свои трансферты. И по тексту это все вновь пройти. Чтобы, повторно проходя, Мост как бы уже подпитку и свои образы более полными. Сейчас она попала. Разобрали. Ну, еще разобрали. Разобрали. Сюда прикрываем. Продолжаем. Разбирать тоже надо. Пишем схему, которые буквенные окружаются. Смотрим, сорокупленные рожали. На прошлом уроке мы разобрали первую половину кукши. А сейчас мы будем разбирать шестка у меня. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Сверху. 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 Продолжение следует... 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 И да, это у нас нервность, или как измерение, частица, то есть мельчайшая, то есть взаимосвязь, значимость, но даже мельчайшая, взаимосвязь, это высшая жизнь, асрость и высшая, высшая жизнь на Божьем пространстве, то есть сей, то есть нет ничего незначимого. То есть это у нас как бы обозначает, что даже мельчайшая что-то во Вселенной, чудо для Богу значима, во Вселенной в Божественном пространстве. Дальше, вторая. Чего здесь? Чего мы говорим? Первая точка, мы неожиданно. Значимость, значимость, измеряющего, в Божественном пространстве для Божьегоство, все значимость. То есть значимость, Божественное взаимодействие, на все пространство, оно велико может быть. Потому что даже мельчайшая сфита и стало значимым, а в них ничего не значимого. Прикосновение 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 Как мы эти образы можем соединить между собой? Прикосновение К тому, что сотворяется, должно быть легким, вежим. К тому, что сотворяется. Любое прикосновение к тому, что сотворяется, должно быть легким, вежим. Но по весь мир. Что-то начинается, допустим, делать. Ну, допустим, дольчат, если нет. Делает фигурку или там посудину, да? И она еще какая? В процессе творения. Она мягкая. Если жестко сжать, можно все поручить. Правильно, да? Поэтому здесь и делается так. Или, допустим, раздается у кошки сотворяется, он еще до защиты. Если мы не легкое владеем его, а жестко сожжем, мы его раздаем с уничтожением. Есть мысль не только к тому, что вот дача рождения, или что-то делается, или там, кто-то есть, не знаю. К любому, вот это, к любому миру, знанию прикосновения должно быть, ведь насколько, помните, курочку ряба, бил-бил, не разбил. А мышка хвостиком подзадила, и шка упала, и разбила. То есть, что должно быть легкое прикосновение как к всему. То есть, и во всем, и важно, что это вещь сотворяемая, мудрая, или что-то, как к всему должно быть внешнее прикосновение. Ну, так же, будем говорить, взаимоотношения между людьми. Если молодой человек подошел, и мне, значит, взял два руку, да, ее, что-нибудь, говорит, пойдем потанцевать. Когда он мне, значит, взял два руку легко, она же подъедет и танцевает. А если он подойдет, говорит, ну-ка, пошли танцевать. Ну, в лучшем случае, получится, пошли. То есть, ясно. Дальше. Разбираем. Герой. Ну, что переключение. А мы говорили, что это и слой, и судьбы, и различные структуры. А дальше у нас стоит шире, и, чем заканчивается, вводим. Жизнь. Это наполнение. То есть, любые пересечения, миров, судьб, жизни, они все наполнены божественным потоком. А божественным потоком. А божественным потоком. А божественным потоком. Значит, что? Пси. Дух. Сияющий. Это. Ну, мы говорим, все пожарные. Да? Это пожарные. Да? Дух. Сияющий. Это. Взаимосвязь. Сияющий. Небесного и земного вне в природе. То есть, лишь Дух сияющий проявляется в божественной взаимосвязи небесного и земного в природе. Сияющийся. Разобрались, да? Дальше. Форма. то есть форма форма какая сотворенная то есть любая изначальная форма которая сотворена душой сотворена душой такой поэтому не смотри все что создаётся душой восходит или как вы говорите восходит и переходит через определенные порядки то есть как вы это назвали бы что значит проходит определенные черты порядка то есть и знали взять и взяли спать и славе спрать и для нас это все это все горизонтали это для нас все горизонтали то есть это для нас мы смотрим всегда куда на горизонт или за горизонт и как вы на столбень ведущие два горизонтали а теперь у нас вертикали все значимость но я значимость прикосновения множество дух то есть как бы мы это все а значимо для человека когда идет различное прикосновение духа изначально . откуда все следует если мы в обратной форме по образу считывали а также дух прикоснулся то есть мы же читаем в одну сторону по образу управления безвобратно стоит значимо для каждого духа многократное прикосновение к изначально значимо для каждого духа прикосновение к изначально и это у нас то определяется различными пути али сияющие то есть сияющего сотворенного то есть сияние сотворенного а что такое у нас сотворенное сияние то есть сияющего сотворенного но и другие не значит то что уходит путями так бы мы сказали что это не то есть понятно Ну, на экране. Вот этот золот. Хочешь меня так признал? Ну, да. Смотрите, вот пияльник. Вот этот пияльник. То есть пияльник. Тот посылок. Здесь Это все вертикали, то есть представьте, это вертикали, которые действуют, а куда у нас вертикали уходят? Вот. С земли в небесах вертикали уходят, то есть это как бы толпы на нас происходящих. То есть мы рассматриваем фруктуру горизонтальную, то есть указывающую нам в ступине и на длите, а это как бы толпы подпитывающие. Что нас подпитывает? А далее мы смотрим. Кто нас подпитывает? Взаимосвять небесная создает для миров, жизни, людей, повести и прочее. Цель для души. Цель для души. Создает взаимосвять. Вот это все. Цели для души. Да. Взаимосвязь всего того, что мы творим. Видите, у нас сотворят, что стоит. То есть не то, что было как бы изначально, а то, что мы делаем. Взаимосвязь всех наших деяний, то есть в мире, в жизни, в познании, определяет цели для души. Вот именно взаимосвязь. Всего того, что мы творим, всего того, что мы создаем, всего того, что мы делим. То есть всего того. Вот он, полный круг всего. Но, я его здесь закритовал, чтобы было понятно. А он тогда изначально чист. Всего того чистого, что мы создаем чистого цвета, она и определяет цели для души. И это проявляется как? Форма познания из-за слова. То есть не какой-то ограниченной, а стоит шириной. Шириной. Большого. И оно взаимосвязано на путях земных и небесных. Оно взаимосвязано тем, что восходит, поднимается вверх. Не уходит вниз, то есть не скатывается вверх, а только на восходящих потоках. То есть стремление вверх дает возможность развиваться. Иными словами. Только стремление вверх дает возможность развиваться. То есть я, как бы, вот эти образы соединяя, обвлекаю современное образное выражение. Дальше у нас стоит штаб. Стоит юнь. Стоит, а здесь, смотрите, прикосновения с этим рядом находящие. Стоит юн. Стоит юн. защищаться от прикосновения и сне с природой помогают различные силы различные сетей понятно здесь да? разобрались а теперь начинаем кружить а для того чтобы кружить у нас идет то вверх с определенными структурами и он что у нас переходит в покидающие потоки природы и так далее и что это нам даст это приведет нас в защите здесь это все у нас будет расти второй круг и познания созидания нас защищает ну посмотрите я просто уже знаю я как бы кратким умрали понятно да то есть допустим в нашей жизни в нашем существовании все что мы созидаем в гармонии с природой это все идет на нашу защиту ну допустим от холода дождя снега мы строим дом правильно ну чтобы укрыться от холода от того же холода мы выращиваем лен чтобы потом шить и надежды и так далее то что нам надо нормально питаться мы все создаем и на все у нас уходит определенные временные пространства все это та же самая структура определенными прикасаясь путями с целями то есть которые верные сияют души то есть прикасаясь к знаниям других людей то есть к мудроцкам других народов других миров что мы что сами укрепляем весь укрепляем твой дух который приводит нас в телоисточный дух подозреваем то есть я почем при relative Вот я вот так вот сейчас вкратце раскрывал, чтобы вы сами сейчас не пришли. Вот я вот так вот. То есть здесь значимо для развития, первое, значимо для развития всего сущего, взаимосвязь. Значимо для развития центра всего сущего. Значимо для развития всего сущего. В МСВЕ примешиваю земного на различных планах бытия. Смотрите, что там стоит. То есть сейчас на различных планах бытия. То есть на различных планах. Дальше. Газовая частица, которую мы сотворяем, то есть как бы все множество частиц, которые мы сотворяем. Ну вот это, каждую сотворенную частицу мы берем из широты, то есть из окружающей нас природы. То есть все, что мы сотворим, мы берем из природы. Из природы. Дальше. Взаимосвязь. Взаимосвязь. Взаимосвязь естественного создает солнце. Божественные потоки. Которые дают возможность прикасаться к чему-то неизвестному. И это нас защищает. То есть почему говорят, знания, вовремя и силы. Взаимосвязь. Зачем предупредит жизнь. Которая помогает прикасаться к чему-то, ну будем сказать, к чему-то целу. И это порождает просто защищенной кровью. То же самое, то же самое, значимо для развития всего спущего. Значимо для развития всего спущего, также есть прикосновение. Значимо для развития всего спущего, то есть разно связанного определённым прикосновением при пересечении цели. Это душ, то есть конкретные цели, то есть при пересечении различных целей, которые дают возможность, что иные, которые укрепляют дух, которые укрепляют дух и приводят к пониманию сотворённого изначального. Продолжение следует... Продолжение следует... Зачем? Я... Зачем? Я... 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 Зачем? Изначальное сияние свет, наполняя всё... и защитил всё от света, то есть свет и породил жизнь, естество и защитил его, и всё сотворённое зелью жизнь, наполнилась и прикоснулась душа сотворённая и существующая природе определённая свежая. А? Без разницы, Петрович, я мог уйти сюда, но я, как естественно, у нас движется что? Справа налево, поэтому я и пошёл. Изначально свет наполнил всё жизнью, естество и защитил потворённое целями. Среди всё естествую, защитил его. Для меня трудно образ соединил, а потом его учленять как бы по буквам, по словам. Я могу каждый раз другое слово использовать, но смысл-то останется только там. Защитил его, вот он у нас вернулся, и изначально сотворённая цель вот, наполнила прикосновение душ существующих в природе. То есть, наполняла всё, то есть, начали души размываться в природе. То есть, свет дал такую возможность. Первая стрелянка, это всё, я думаю. Да, и защитила. Ну, у нас же он штат стоит. Там защита светлая. Не просто так, а следила цель. Вот. Вот. Уже это уже написано. Вот. То, что сотворено, да, вот светом, защищено. Сотворённое целями наполнило, вот. И прикоснулись души. Вот. Замасляет на место детства. Я их. И растворились в природе. То есть, существуют они в природе. А у нас, в конце концов, что стоит в черте? В природе разных верностей. То есть, поэтому мы говорим, есть души славные. Есть души явные. Есть души славные. Есть души правные. Есть души правные. То есть, в определённых порядках. То есть, в определённых структурах. То есть, то же самое. Это то, что касалось у нас души. То есть, как бы простым языком. Из изначальной точки пошло сияние, которое наполнило естество, то есть, жизнью всё. И этот свет защищал. И свет давал цель. И это порождало то, что творяло души, которые наполняли природу в различных планах. Незосветный. Опять то же самое выросла. Но это касалось у нас души. Это порождало. А здесь касается духа. Замечте. От изначального сияние наполнило и защитило дух, перетекающийся с творением всевозможным. И иными. Но с проявлениями высших созданий, которые прикасаются к всему в определённой мере значимости жизни. У нас в этой стороне пошли виды как структуры души. Вот она у нас, душа стоит. А в эту сторону вот они у нас. Ну давайте я опять. Вот это у нас уже пошло к духу. Ой, извините. Завернул нагонёк на тебя. Вот. значимость духа. А значимость духа, она определяется с тем, с пересечением, с творением, то есть с тем, что создаётся. Да. И с тем, что уже вот души, да, созданы. А дух, он и создаёт различные, и прикасается к разным временным структурам, разным порядкам. Да. То есть не просто какой-то дух, а дух значимый. То есть наполненный светом. Потому что есть, как бы, духи, которые не имеют свет. Поэтому, как называют людей, которые боятся этих духов, не наполненных светом? Ну, членофобия. Боязнь духов. То есть духов, которые из умных. Которые из другого. А мы разбираем это всё, потому что свет дал. То есть мы, как бы, определённые два глупых. То есть свет, яси наполнен дух и стен. Истер. Истерство. Вот оно. Истерство. Истерство. Вот здесь светло наполнение. Дух. Истерство, здесь понятие жизни. Понятно. Для духа главное значение. Интересно это. Да. Для души. А для души главное природа. Вот, видишь, у нас есть природа. Истерство. Да. Истерство. Там у нас природа в первую очередь. у нас. А для дочериана. Истерство. Вbinary. понятие это понятно это сейчас У нас уже база есть, да? Ну, вернее, для вас. То есть, из-за серийской температуры полно бывает. Это невозможно. А есть секрет на датчике, но смотрите. Представьте, вот эта информация углу чувствительном мозги в углы порядка. Но кроме льва. Ну, это просто означает, что это уже продукция полностью. Потому что эко влияется. Края икония в каждом разница, что это, становление адреса. Поэтому мы рассматривали, смотри, Петрович, рассматривали значимость, изначально это, помнишь? Значимость на определенных уровнях души и духа, как бы мы сказали, человека, да? Потому что у нас вот они вместе в эту плоскость уходили. А в эту плоскость значимость уходила какая? Природы, естества. То есть, как бы природное естество разбиралось отдельно. Потом, как бы человеческие пересечения души и духа, взаимохвязь. А потом и отчетение. Дух. Я взгляну душа. Это у христианцев в одну кучку душа, а духа они сами не разбирают. А? Если только опасно, то мы не померили. Разобрались. Да я думаю, что вы когда придете, но заметьте я просто Вчера копию и сделаю. Да нет, нет, нет. Или ты так делаешь? Да нет. Вопросы еще есть? Вопросов нет. Если вопросов нет, то урок закончен. Разбирайтесь. Кружали. Объявили очень тщительные тщательные тщательные тщательные. Особенно у вас брыки. Если вы помните, мои первые сражения разбирали. Они как бы себя с формой охватывались. То есть насильные с формой. Кружали, которые наверное начинают. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok